Напомним, Сорокина подозревали в получении взятки в размере 147 тысяч рублей. По данным следствия, эти деньги декан юрфака получил за перевод студента с платного отделения на бюджетное, при условии ремонта его родителями двух аудиторий вуза. В ходе следствия Сорокин не раз менял свидетельские показания и версии произошедшего. В итоге суд посчитал его виновным по 286 статье, часть 1, превышение полномочий. Если не установлено, что должностное лицо получает имущество в целях лично, для себя, а изначально это имущество заведомо передается для использования в других целях, в том числе для обращения в пользу какого-либо юридического лица, действие этого должностного лица как взятка квалифицировать нельзя. То есть это высказался Верховный суд. Прокуратура Центрального района намерена обжаловать приговор в связи с мягкостью наказания. А теперь к другим темам. Знак благодарности преподавателям Пушкинского сельскохозяйственного института. В Барнауле сегодня был открыт мемориальный знак. Его разместили перед главным корпусом аграрного университета, который ими был основан в 43-м году прошлого столетия. Тогда в Алтайском сельхозе было всего два факультета, сегодня их шесть. В аграрном обучаются около 10 тысяч студентов. Каждый из них теперь будет знать, надеются в университете, историю родного Альма-Матер. Историю, воссозданную в камне, который, кстати, весит 250 килограммов. Долго обсуждали, подбирали и цвет, и размер, и форму. Вот пришли к такому мнению, что это должно быть именно, что это связано с зеленым цветом, потому что, ну, вроде как, сельскохозяйство, это связь с зеленым. Вот зеленая трава, вот зеленая яша. В Барнауле продолжается строительство многоквартирного дома для медицинских работников. Он расположен на горной части города, рядом с поликлиникой Краевой клинической больницы. Жилой дом должен иметь 10 этажей, 4 блок-секции, 160 квартир. Кстати, их медикам планируют сдавать в социальную аренду. Новоселам предлагают оплачивать только коммунальные услуги. Эту многоэтажку на Липедевского строят в рамках реализации Краевой адресной инвестиционной программы. На ее возведение планируют направить 260 миллионов рублей. Ольга Калачева, Николай Шилко, Информационный канал, Город.